Два ребёнка, среди которых семимесячная малышка, проходит сейчас лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. В отношении другого проводятся лабораторные исследования в динамике, а четверо госпитализированы как контактные. Маленьких пациентов с подозрением на коронавирус со всего края направляют во Владивосток, в детскую инфекционную больницу. Дети, которые из очагов, это там, где дети, допустим, ну, мать или отец инфицированы, они приезжают сюда, если они имеют какие-то признаки вирусной инфекции, они у нас подозрение на коронавирусную инфекцию госпитализируются, сюда обследуются. В зависимости от того, как пришёл анализ, положительный, отрицательный, ребёнок из разряда контактных переходит в разряд больных и переводится на третий этаж, где он лежит один в палате. С ним работает обученный специальный персонал, врач и медицинская сестра. На вопрос о сложностях текущей ситуации Наталья Владимировна отвечает, что все алгоритмы помощи при диагнозе коронавирус или подозрении на него уже отработаны. Для качественной и оперативной помощи маленьким пациентам есть всё необходимое, как лекарства, так и средства защиты. Прибежали и бизнесмены, и администрация, и у нас постоянно идут какие-то семинары, вебинары, мы отчитываемся, сколько мы имеем масок, сколько у нас бахил, сколько у нас защитных костюмов. Главный корпус Владивостокской клинической больницы номер 2, более известный как Тысячекоечная, полностью закрыт на карантин. Во избежание потенциально опасных контактов с носителями коронавирусной инфекции посещение пациентов запрещено. Однако необходимых вещей или вкусных гостинцев от близких пациентов не лишают. Волонтеры, студенты-медики Тихоокеанского медуниверситета разносят передачи по палатам. Приходят родственники, родные, передают пакеты, вставляют на вахте, и мы волонтеры относим их к пациентам. Это очень такое замечательное дело, потому что это руки, рабочие руки, потому что не успевают передачки носить наши сотрудники, потому что людям-то надо доставить все это. На самом деле они улыбаются. Очень много молодых людей, лет за 60, которые так вот улыбаются, говорят спасибо вам, девочки, спасибо большое за то, что вы делаете. Вот, и слышится очень много благодарностей как от родственников, так и от пациентов. Это вообще невозможно, мы бы крепнулись. Я хотел выразить большую признательность и благодарность. Меня вытащили почти оттуда. Я хочу, вот, лечащий врач Сергею Владимировичу, он потомственный, это вообще чудо-человек. Каждый пациент ждет отмены карантина, возможности выйти на улицу, увидеть близких. Чем больше выполнят рекомендации наше население, тем быстрее закончится вспышка коронавируса. Она развивается, как обычно, развивается в таких случаях все вирусные инфекции. Поэтому все еще максимально соблюдаем самоизоляцию, дистанцию, носим маски и чаще моем руки. Ирина Шилина, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.